Итак, мы продолжаем, да, мы продолжаем обзор лжемессии и лжепророков, и мы говорим, что перед, чаще всего перед каждым лжемессией идет какой-то определенный лжепророк, правда? Вот, даже был пророк, который помазывает Чингисхана на царство, просто он не остался у нас сильно в истории известным, но где-то у меня тоже его имя есть. Но, видите, есть такие исключительные случаи, как, например, Мухаммед, который был и пророком, и мессией в одном лице, но это редко бывает. Кстати, если говорить о Чингисхане, я еще раз говорю на тесте, да, почему мы уделили много внимания этой фигуре, потому что Чингисхан, я считаю, Ленин и Сталин, Сталин и Гитлер, это самые такие выдающиеся, да, кандидаты на лжемессии, хотя их было много. Вот смотрите, интересно, мы говорили об Атиле, да, а что сделал Атила для русских? Вот если бы не было Атилы, да, не было бы русского народа. Помните, мы говорили, что Готы владычествовали как раз над Украиной, и происходила очень сильная германизация. Вот почему-то германские народы, хотя они родственные украинцам, родственные славянам, да, вот они всегда пытались покорить, и многие действительно славянские племена были германизированы, вы знаете. И если бы не было Атилы, да, который уничтожал почему-то именно генетическую, такая у него ненависть была, германцам, то не было бы что? Не было бы русского и украинского народа. Если бы не было Чингисхана, не было бы тоже русского и украинского народа. И Россия никогда не стала бы империей. Я ещё раз подытоживаю, потому что в Датасе, это у вас тоже помните, основная, основная, мы видим, положительная роль Чингисхана в чём была? В том, что он задержал ислам, задержал ислам. Хотя некоторые татары приняли позднее ислам, да, но если бы не Чингисхан, ислам распространился бы на территорию Китая, на всю территорию Сибиры. Кстати, сейчас не все потомки монголов, они в исламе, вы знаете, да? Вот буряты, например, да, они эти буддисты, да? А, кстати, Сигала, знаете? Да, Сигала, Сигала, актёры, да? Сигал, 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 Шагал, это еврейская фамилия, чтобы вы знали. А Сигал, он почётный бурят. Он похож на буряты. Да, да, почётные буряты, да. И, видите, вся Сибирь тогда бы была полностью исламской, может быть, ислам дошёл бы даже до Японии. Можете себе представить? Вьетнам, Таиланд, Камбоджа. Вот эти все страны, это были бы конкретно исламские страны. Буддизм, он всё-таки более веротерпим. Да, и второе, вы можете отметить, что если бы не было монголо-китайского, монголо-татарского и, как говорят, да, то не было бы православия в Руси. Очень просто. Монголо-татары, они не разрушили Киевскую Русь. Ну, то есть, они, конечно, повлияли сильно. Но вы согласны, что Киевская Русь была уже как государство разрушено ещё до того? Существовало очень множество мелких-мелких государств, споров. И были споры между князем Владимирско-Суздинского княжества и князем Галецким, Даниила Галецкий. И, кстати, Даниила Галецкий, он захватил Киев и посадил на Киевский престол своего ставленника, малолетнего князя Василька. Но сам процесс, вы помните, что Даниил Галецкий заключил Галецкую унию, да? То есть, если бы не монголы, то Украина была бы католической, польской, была бы полностью ополячена и была бы полностью католической. Православия бы на Украине уже бы не было. А в России, вы помните, был целый крестовый поход на Восточную Европу, да? Какие эти были крестоносцы? Германские рыцари, да? И если бы не Александр Невский, а Александр Невский настолько вошёл в союз с Батыем, что он даже был крёстным отцом сына Батыя. И только после смерти его отравили, Александра Невского, начались разборки, и не сын Батыя, а брат Батыя, дядя, вот, пришёл к власти, который был мусульманином. И тогда татары приняли ислам. Если бы татары были бы православные, было бы нечто очень интересное. Итак, мы знаем татарское очень сильное влияние. Смотрите, сколько у нас слов? Базар, Деньги, Таньга, да? И так далее, татарских. Лучшие дворянские фамилии – Аксаковы, Римские Корсаковы, Татищевы, и так далее. И очень много других дворянских фамилий. Да, Кутузовы. Вот, я уже так просто не помню, у меня где-то был список. И, помните, говорил, значит, Достоевский, что поскреби русского, да, и найдёшь кого? Татарина. Он так 400 лет только. Да, кстати, сам Достоевский имел татарские корни. Понимаете, и генетически. Генетически всякий русский, да, он немножечко, он немножечко татарин. И я ещё, помните, люблю говорить, что часть татарского народа – это евреи татарские, да, которые называются караимы. Караимы – кренщики, которые я принадлежу. Татар сейчас где-то около трёх миллионов, а кренщиков осталось именно караимов. Всего лишь около тысячи человек. Очень мало. Это мы одна из самых маленьких наций. Да, одна из самых маленьких наций в мире. Но, тем не менее, мы дали таких великих людей народу, как Пётр Первый, потому что мама моего была татарская еврейка из рода Нарышкиных, известная балерина Анна Павлова и маршал Малиновский. Ну, а сколько других людей с татарскими корнями в Боисово-Сашево? Это огромнейшее, огромнейшее влияние. Если бы не татары, то Русь, она бы пошла по западному пути. Было бы множество раздробленных княжеств, похожих на германские, которые были бы завоёваны, германизированы, окатоличны, ополячены, как хотите. Но государство перестало существовать. Можете отметить, что, видите, у Чингисхана был очень большой потенциал к объединению. Очень большой потенциал к объединению. Вот этих всех разрозненных, под единство. Вот такая имперская политика, видите, имперская политика может быть и отрицательная, и положительная на какой-то период времени. Если бы Рим не был империей, апостол Павел не мог бы проповедовать христианство. Представьте себе, да? Да, и вот это единое пространство, и оно политическое, экономическое пространство. Вот это торговля с Китаем, видите, чай торговали. Самое слово, Китай, это не Китай. Само название Син или Чин, название происходит от династии Цин, империи Цин. А сами китайцы себя не называют китайцами. А сами китайцы называют себя Хань. А Китай, это были Кара Китай или Кидани. И это тоже было такое монголо-чурское племя. То есть можете себе представить. И к чести Чингисхана, хотя он пролик много крови, вы знаете, что он никогда не преследовал своих людей. Вот он не преследовал своих генералов. Наверное, маршалов перебивать бы, у него не было бы идеи. Был у него случай. Однажды одна из его многочисленных жен стала любовницей одного из его генералов. Ну, это стало ему известно. Как бы вы поступили? Мальчики и гады. Ну, он сказал так. Ну, вот, видишь, ты меня предал, да? Но все равно мы с тобой друзья и побратимы. Уходи, чтобы я тебя больше не видел. И забирай эту женщину. Потому что, если она при ней была главной, она не достойна меня. Можете представить себе, какое это великодушие. Вот этот человек не цеплялся за власть. Он не был таким вот мелочным, как Сталин. Который помнил всякую обиду. И не был таким, как Гитлер, да? Он мог себе позволить такое великодушие. И вот, что говорили современники. Смотрите, это у меня тоже из книги. Одно я сканировал. Я сканировал этот самый. Все разделы. Кровопролитие с ходом истории забылись. Административное устройство благодаря ченхисханитской дисциплине и уйгурскому делопроизводству осталось. И подобная деятельность после стольких первоначальных разрушений, в конце концов, послужила для приобщения их к цивилизации. Именно с этой точки зрения его соплеменники судили о нем. Марко Поло, у меня уже этого свитера нету. Я его очень люблю, Марко Поло. Пишет, он умер, и это опечалило всех, так как он был мудрым и безукоризненно честным человеком. А Жуенвиль, автор этой летописи, Монголов сказал следующее. Он держал народ в мире. Он внедрил железную дисциплину от Пекина до Каспия. Устранил вечные военные столкновения племен между собой. Помните, одна из целей миссии установить, что мир во всем мире. И обеспечил должную безопасность в прохождении каравана. Абульгазия пишет, в эпоху управления ченхисхана, в странах от Ирана до Турана, сложилась спокойная обстановка. Можно было пройти с востока на запад с блюдом золота на голове. Не испытал при этом ни малейшего покушения. Я слышал еще другую версию, что девушка невинная могла пойти с блюдом золота на голове. И если мы, будем говорить некоторые, считая так, что татары, казахи, узбеки, киргизы, все это вот дикие племена были, и Русь их завоевала и оказала им большую честь. Это были племена с очень высокой культурой. И если им кажется, казахи какие-то додиковые, это тоже люди с очень высокой культурой. С очень высокой этикой. С высочайшими этическими требованиями. То, что сейчас Запад предлагает миру, видите, это с одной стороны хорошо, если есть искренние верующие Иисуса Христа. Но когда смотрят на христиан, мусульмане и другие народы, у которых сохраняется вот эта культура, что они видят? Гомосексуализм, проституция, наркомания. Да? Вот хотите, чтобы ваши дети были наркоманами, чтобы ваши жены стали проститутками, да? И так далее. Тогда принимайте Иисуса Христа вот от этих американских сектантов. Я утрирую немножко, да? Ну, чтобы вы поняли. Чтобы вы поняли. Вот так они говорят, да? Они так и говорят. Значит, поэтому нам нужно все в этом разбираться, что было есть отрицательное, было и нечто положительное. Я вам говорю, что Российская империя, это, по сути, есть продолжение империи Числисана. Только это, помните, улус-джоши, улус-джоши, удел Иисуса. Хорошее название, правда? Мы называли Золотой Ордой. И в действительности это государство существует и поныне. Хорошо. Итак, теперь мы говорим о коммунистических и фашистских же пророках и лжемессиях. И мы говорим, что коммунизм и фашизм – это две стороны одной медали. Видите, же пророк и лжемессия. Помните, мы сравнивали в раннем Средневековье, это 3-4 век нашей эры, Мани, и через 150 лет Моздак. Мани, это у вас будет на тесте, да? Смотрите, он был кем? По взглядам? Социалистом, так, по политическим взглядам, по религиозным взглядам. Он придерживался принципов дуализма. И Мани создал течение, помните, манихейства. Что значит дуализм? Есть бог, есть дьявол. Учите, что Мани был христианином. Чтобы вы понимали. И Манихейство – это одно из течений христианства. Но там много было взято из зороастризма. То есть, есть бог и дьявол, и они равны по своей силе, да? И Мани говорил, в социальной структуре, что вместо царства зла мы должны создать царство добра. Как это мы сделаем? Соберем, убьем всех плохих людей, да? Останутся хорошие. Мы имущество плохих людей поделим между хорошими. И вот через 150 лет приходит Маздак и совершает реально эту программу. Я просто сейчас, нет у меня времени. Но если говорить о параллелях, параллели потрясающие. Удивительные. Ну, правда, Маздак прагрил всего 15 лет, а не 70 лет, как советская власть. Ему не хватило таких экономических рычагов. Кстати, между прочим, у Маздака, вы помните, в основном были его сторонники евреи. Причем евреи-караимы, которые были переселены на Кавказ. И там они встретили тюрков-караима, но это уже совсем другая история, да? Тюрковы стали караимы-казары. И тот же так, тоже пара, лжепророк, да, Карл Маркс, да, и лжемессия Владимир Блан-Кульянов, да? Итак, лжепророк, Карл Маркс, да, Карл Маркс. Полное его имя, запишите. Мозес Мордехай Леви Маркс. Мозес Мордехай Леви Маркс. Вот такой Моисей и Мордехай в одном лице, да? Моисей дал народу Тору, Маркс тоже дал свою Тору, да? Мордехай был спасителем евреев, да? И Маркс тоже претендовал на это. Настоящая его фамилия была Леви. Но Карл Марксом он стал в возрасте шести лет, когда его отец принял христианство и крестил всех своих детей. Он взял вместо Леви фамилию Маркс. Леви слишком же еврейская, правда? Вот. Да, именно из колена Леви, совершенно верно. Итак, значит, Маркс Карл, да? Родился в 1818 году, умер в 1883 году. Его можно назвать еврейским оккультистом-каббалистом, который вызвал из небытия, какой дух, какой призрак, по Европе призрак коммунизма, да? Кстати, Карл Маркс действительно занимался оккультизмом. И в особенности в последние годы своей жизни, когда он, в общем-то, сошел с ума. Вы знаете, все эти лидеры, почему-то в старости, и Карл Маркс, и Ленин, и Сталин, они склерозом, да, с выраженным слабоумием. Но у Сталина это не было слабоумием, зато выраженная паранойя. Это тоже один из признаков вот такого старческого маразма. Удивительно. Причем в сравнительно молодом возрасте, потому что Ленин умер, да, как бы вот в 54 года. Мне уже в 56 будет в этом году. То есть он умер в более молодом возрасте, и его мозг был полностью поражен склерозом, да? И у Марса был инсульт, и у Ленина был инсульт, и у Сталина был инсульт. То есть они жили и умерли от одной и той же болезни, да? Вот. Удивительные, конечно, вещи. Да, да. Да. Итак, видите, Ленин говорил, учение Маркса вечно, потому что оно верно. Это типично. Маркс был лжепророк. Значит, оба, оба деда Карла Марса были равенными. Дед Карла служил равеном в Лемберге, Львове, затем переехал в Трир. Отец Генрих, ну, действительно, Сангершель был, он Генрихом тоже потом стал, был широко образованным человеком, и идея просвещения, философия Канта. И интересно, что, значит, мать Карла, Генриха Прейсбург, происходила из семьи равенов, и приходила с четвероюродной сестрой поэту Генриху Гейне. И вот этот молодой сын адвоката преуспевающего, Карл Маркс, попадает в такую среду, где в основном германская культура, немецкая культура, основанная на просвещении, уже на атеизме. И был такой тайный советник прусска государства Людвиг фон Вестфалин. Он был личным сыном секретаря герцога Брауншвейского Филиппа Вестфалина, получившего дворянство в 1724 году. И этот Вестфалин становится наперсником и учителем Карла Марса. Он прививает к нему любовь к отечности, к Шекспиру, к романтизму, знакомый с идеями утопического социализма Сен-Симона. И вот этому советнику очень нравился живой и сообразительный сын адвоката Марса. Карл часто играл с его детьми, маленьким Эдгаром и его старшей сестрой Женей. И когда Карлу исполнилось 17 лет, он понял, что он жениться будет только на Жене фон Вестфалин. Ей исполнилось в это время 22 года. То есть, она была старше. Я вам скажу, так, меня как-то однажды кто-то подходит и спрашивает, правда вы говорили, что если жена старше мужа на 14 лет, то этот брак проклят. Я вам когда-то такое говорил? Вы видите, что говорят? Я вам никогда такого не говорю. Я говорил так, что большая разница, если большая разница, ну и в особенности, если разница у женщины больше, чем у мужчины, то вы знаете, если брак основан не на союзе духовном, а на физическом, то такая женщина просто перестает мужчину привлекать, и возникают проблемы. Ну, в любом случае, если большая разница между возрастом, будут проблемы, как между молодой и старшим возрастом. Нам скажут, что женщина, особенности мудрая женщина, да, если она старше мужчины, она умеет построить свой дом. И есть очень много, по-верху, замечательных браков, да, которые даже были по расчету, и женщина была старше мужчины, и несмотря на то, они были хорошие, очень благословенные браки, да. Ну, взять хотя бы Дерека Принца, например. У него жена одна была старше его намного, причем, да, а другая жена была намного его моложе. И тем не менее, оба его брака были очень хорошие и благословенные. И так, видите, ей было 22 года, ему 17 лет. Естественно, отец этой девушки выступил против. И Карла убрали из этой семьи. Карла убрали из этой семьи. Они обручились тайно, не предполагая, что между их помолкой и свадьбой пройдет долгих 7 лет. А кого это напоминает судьба? Якова. Якова, да, который 7 лет ждал, когда он будет жить со своей женой, которую он очень любил. В 35-м году, 1800, естественно, по окончании гимназии, Карл поступил в Боннский университет. Вот, отец, вот я, направил ее в более престижный Берлинский университет. И юноша там проучился 4 года. Он отошел от романтических взглядов под явием философии Гегеля, а затем Фейербаха. И, вы знаете, материализм, да, материализм, и позднее он изменил свои взгляды от романтического такого социализма в сторону философского материализма. В 42-м году он получил степень доктора философских наук и начал сотрудничать в Кельнской Рейнской газете. Я не буду подробно пересказывать его все истории жизни. Вы знаете, что он все-таки женился на своей жене, и было очень у них много детей, да, но больше в основном были девочки. Больше в основном были девочки. В 43-м году он переехал в Париж. В Париже в это время, вы помните, была революционная ситуация, которая закончилась революцией 48-го года. В 44-м году Марс был вынужден покинуть Париж. В 1847 году он поехал в Англию, встретился с лидерами Лиги Справедливых, и там в Англии он встретился со своим другом, да, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Карл Марс и Фридрих Энгельс, да. Значит, в 1847 году. И в 48-м году он уже опубликовал, помните, знаменитый свой манифест «Призрак в Броне», да, по Европе. «Призрак коммунизма». Затем он вернулся в Францию, был опять туда выслан, и жил в Плюсии какое-то время, в Кёльне, занимался активной журналистской деятельностью, и затем Маркс переехал в Лондон, да. Маркс переехал в Лондон, там у него начались проблемы, жена заболела, жена у него заболела, вот, и в 64-м году Маркс начал основывать первый интернационал. В 67-м году первый том главного его труда «Капитал», в 81-м году, значит, да, в 1873-м году он перенес инсульт, после чего творческие способности его заметно ослабли, в 81-м году Карл Маркс запостиг тяжелый удар от рака печени умерла Женя, его жена. Врачи запретили ему идти на кладбище и заставили лежать дома. Может, как представитель Леви, Левитов, он не имел права идти на кладбище, не знаю. С другой стороны, разрешается своих ближних хоронить. Хоронил Женю Энгельс, он произнес надгробную речь и оплатил похороны. Через два года умерла старшая дочь Маркса. В результате эти утраты лишили его всякого желания продолжать жить. И он умер 14 марта 1882, 1883 года скончался и был похоронен рядом с женой на Хейксском кладбище в Лондоне. Вот такая его судьба. Это официальная версия судьбы. Кстати, те, кто посещали Маркса после 81-го года, некоторые удивлялись, они видели, что он сидел в темной комнате, были зажженные свечи пентаграмма, знаете, пятиконечная звезда, это масонский символ и символ колдовства, и многие колдуны, и маги пользуются этим. Вот, у него была повязка на голове с какими-то там письменами, то есть, короче говоря, скорее всего, он занимался колдовством и оккульзизмом напрямую, черной магией. Умер он после перенесенного инсульта, первый раз у него был инсульт в 73-м году, а потом уже в 83-м году у него был повторный инсульт. Но нас будет больше интересовать отношение Карла Маркса к евреям, да, и такие его взгляды, которых вы не встретите в официальной биографии, правда? Вот интересна судьба родственников Маркса. Значит, у него было трое дочерей, Жени, Лаура и Леонора, и они ненадолго пережили своего отца. Значит, младшая дочь Карла Маркса убирала в 98-м году, то есть, через 10 лет после смерти своего отца. Она стала пошла по стопам отца, стала одной из детей английского международного рабочего движения, вышла замуж за Эвелинга и была в числе основателей социалистической лиги. Его зятя, между прочим, были у всем масоны. Был ли масонов было много евреев, но к настоящему иудаизму масонское движение абсолютно ничего не имеет. И Леонор Марс Эвелинг выступал на собраниях еврейских рабочих и подчеркивал свое еврейское происхождение. Были родственники Маркса в Советской России. В Советской России. Вот. Мать братьев и сестер Беркенгейм урожденная Коган или Коэн родственница Карла Марса по линии его матери. Опять Коган и Коганович и Левиты все кругом все кругом родственники. И вот московский купец первой Гидии Моисей Соломонович Беркенгейм женился на девице Коган родственницы матери Карла Марса. От этого брака родились пять сыновей и две дочери. Один из его сыновей Леон Моисеевич рано умерший врач страдал психическим заболеванием. Интересно что в роду у Марса как и в роду Гитлера было очень много психических заболеваний. Абрам Моисеевич родился в 1967 году а скончил Московский университет работал в Германии затем в России и преподавал химию в Московском университете и оттуда был изгнан как еврей. В знак протеста ряд выдающихся ученых во главе с Менделеевым отказались работать в реакционном учреждении. значит что Менделеев он тоже фамилия еврейская Мендель Мендельсон и так далее. Вот такой Григорий Моисеевич был еще закончен естественно факультет Московского университета с дипломом первой степени затем медицинский факультет работал врачом Московской губернии детской больницы Москвы во время русско-японской войны был награжден орденами Святого Станислава и Анны третьей степени после окончания войны был врачом самотецкой лечебницы детского приюта и преподавателем университета имени Шинявского во время первой мировой войны Григорий Моисеевич пошел врачом ЭВАК госпиталя в 17-м году был демобилизован по состоянию здоровья и в 19-м скончался а вот его дети были репрессированы Сталином и почти все погибли в концентрационных лагерях вот осталась только одна женщина Марина Александровна Беркегин вышла замуж за эстонского борода Бамберга во время Второй мировой войны муж и жена оказались по разной стороны баррикад Марина стала участницей антифашистского движения в Варшаве вот ее фото 56 года она приезжала в Москву и Ленинград но ей не разрешили остаться в СССР она отправилась в Финляндию где получила вид на жительство работу переводчицей и пенсии Борис Моисеевич последний сын Бенкегейма родился в 1682 году жил в Гильдебеге работал в лабораториях Штоли и Эблера во время Первой мировой войны заведовал лабораторией Красного Креста Юго-Западного фронта после Октябрьской революции его избрали профессором и заместителем ректора Киевского рабочекрестьянского университета в 1927 году вернулся в Москву а затем позднее был репрессирован вот такие вот сейчас младший сын Бориса Моисеевича Григорий Борисович инвалид отечественной войны врач-анестезиолог существует в настоящее время вот в 1944 году одного из родственников Карамарса Рогинского вызвали из Ленинграда в Москву на прием к министру в Москве Михаил навестил свою кузину Марию Абрауну Беркенгейм внезапно в комнату ворвался неизвестный упор расстрелял обоих и убежал убийцу осудили на несколько лет а родным погибшей сказали что преступление носило чисто бытовой характер до сих пор неизвестно но скорее всего они были расстреляны по приказу КГБ и вот еще один последний из марксиан вот у меня статья он даже как-то внешне похож на маркса его уже больше 80 лет и значит по папе он щепкин потому что он одновременно потомок и Карла Маркса и артиста щепкина как же относился маркс к евреям маркс будучи евреем вы знаете ненавидел евреев и это очень характерная черта значит очень многих евреев особенности евреев выкресты или евреи полукровки имеющие половину или четверть еврейской крови они как правило ненавидят евреев и вы помните когда была разработана теория классовой борьбы вот то одним из врагов этого хрещаного еврея был назван иудаизм Маркс считал что иудаизм это явление духовно практического порядка он писал рассмотрим еврея не субботнего как это делает Бауэр а светского каждодневного еврея не будем искать тайны еврея в его ирии а поищем тайну религии в реальном евреи какова мирская основа иудаизма практическая потребность и користь какова мирская религия еврея торгашество каков его бог деньги это из перевода на русский язык статьи Маркса к еврейскому вопросу Гитлер скажите то же самое говорил вы смотрели антисемитские вот эти фильмы которые Гитлер показывал по Марксу евреи это не нация и не самобытный этос с четырех тысячелетий истории и не народ давший человечеству основы духовной культуры и вообще даже не народ а безликая масса людей поклоняющихся денежному мешку я говорю в какой-то мере антисемиты правы потому что страсть евреев деньгам да она всегда осуждалась ну это два две этому причины во-первых евреям запрещалось все виды деятельности вы помните кроме ростовщичества то есть если были евреи которые занимались сельским хозяйством были евреи которые занимались промышленностью единственное запрещалось им иметь какую-то недвижимость запрещалось владеть землей да они просто толкали на это их ну а во-вторых для евреев быть богатым это была единственная возможность уцелеть потому что богатый человек всегда мог откупиться в крайнем случае да ценой своего богатства он мог сохранить жизнь это неудивительно это такое защитное свойство но иногда евреи конечно перегибали палку да вот я обо всех я их не буду говорить но вы помните я говорил что евреи переехавшие из Голландии вот у меня Рикардо Давид и другие они поднимали экономику многих стран да вот и в Голландии предупреждали например евреев во времена Богдана Хмельницкого я вам рассказывал да когда евреев заставляли быть посредниками церкви сборщиками налогов и предупреждали их не делайте это ну пожалуйста не делайте будет плохо ну и что они все равно продолжали это делать да вот то есть естественно в какой-то мере антисемиты правы но в данном случае если говорить о всей еврейской нации и о всем еврействе это совершенно конечно неправильная жестокая и ужасная идея и дальше пишет Карл Марс беспочвенный закон еврея является собой дешевизиозную карикатуру беспочвенной морали и права в целом часто формальных ритуалов которые окружают себя мир корости деньги ревнивый Бог Израиля перед которым нет места другому Богу вот так вот такие у него были усказы и он делает потрясающий по своему цинизму вывод поскольку общество сумеет ликвидировать земную суть иудаизма торгашество и условия его существования еврей станет невозможным вот это вывод который делает еврей стопроцентный по отцу по матери равен вот такой антисемитизм да был ли Энгельс евреем увы молчит наука молчит наука но интересно что фамилия Марс у немцев достаточно распространенная а вот Энгельс среди ни англичан ни среди немцев не встречается зато Энгель на идыше означает ангелы то есть фамилия Энгельс означает то же самое что Лос-Анджелес ангелы вот здесь у меня описание Липнихта Карла революционера между прочим прямого потомка антисемита Мартина Лютера история такие любит штучки Карл Липнихт был прямым прямым потомком ну Ленин Ленин учение Марса Сесильна потому что она верно писала если враг не сдается его уничтожает КПСС это оплот мира вот такие интересные обсказывания и такая вот двойная мораль да двойная мораль тоже был такой Ленин вы помните что Ленин это псевдоним да вот в действительности Владимир Ильич Ульянов а по матери Бланк родился в 1870 году умер в 1924 году в Ленине кстати вот если бы не было монгола татарского его я был бы и Ленина потому что в Ленине было 4 нации значит русская еврейская немецкая из подборских немцев и калмыцкая потому что Ленин калмык мало кто знает да так же как не все знают что Ленин еврей но сейчас в последнее время это стало конечно известно многим и вы знаете что с детства он обладал удивительными качествами и отличительными признаками пророка вернее лжепророка прежде всего цели устремлены его вела одна но пламенная страсть мечта отомстить царю за казнь брата маньяка террориста обещавшего стать не меньшим кровавым выродком чем нынешний Бен Ладен но остановлены царским правосудием в самом начале карьеры хороших сказаний да хорошая характеристика вот потом он славился умением убеждать и склонять на свою сторону массы то есть удивительная харизма при полном отсутствии внешних данных вот значит картавы низенького роста лысый и вдобавок еще рыжий что в глазах русского народа были признаками шельмы даже Петр Первый говорил я не не дай бог против рыжих что рыжим не разрешается свидетельствовать заявлял Петр Первый да ну Петру Первому рыжий не нравилось я еще раз говорю что я не против рыжих но в глазах русского народа вы понимаете есть определенный имидж да и вот даже многие люди ну пример того мы говорили Маргарет Тэтчер да вот и пример Тимошенко которая является с одной стороны армянская у нее кровь и еврейская кровь и вот пожалуйста типичная стопроцентная славянка ну это нормально нормально когда человек преимущественно но у Ленина вообще никакого имиджа не было картавый лысый маленького роста и как-то он мог удивительным способом завоевывать сердца людей да вот да вы знаете была такая вот сказка Гауфа помните Гауф такой был крошка сахис по прозванию Ценнабер вот одна добрая старая женщина вдова подобрала какого-то жуткого маленького монстрика и он был такой жуткий маленький монстрик и вообще на него страшно было смотреть но как только он открывал рот и начинал говорить все оказывались прямо под его гипнозом под его гипнозом возможно это как пророчески показывается он умудрялся выступать на митингах очаровать массы и рабочие с воодушевлением бросали свои станки и шли под его знамена вот интересно что он создал ведь и партию по типу масонской ложи точно по типу масонской ложи если Карл Марс был масоном да по предположению то Ленина можно было бы на самом деле называть на практике его религия которую он ввел в свой культ это был типичный сатанизм правда и причем сатанизм в действии он был ловким интриганом сумевший истребить всех своих противников в масштабе страны он был тираном и в то же время все говорили хороший дедушка Ленин да дедушка Ленин так он любит детей да известная знаете известная картина да глюки ходоков на приеме у Ленина и вот эти ходоки говорят и вот товарищ Ленин вот мы вам выловили нашу сибирскую рыбу понимаете поезда задерживались долго мы эту рыбу везли привезли она немножко завонялась детям детям что детям детям вот видите и другие они кто-то такого типа да хорошо эти троски которые стоял у Кормилы вместе с Ленин Мао Цзэдун тоже обладали Фидель Кастро тоже удивительная часть горская авантюристов сумевшись захватить целую страну это вот были такие харизматические лидеры вот как политик он был первую очередь азартный игрок решительный смелый и умный игрок быстро учившийся на опыте интересная характеристика Ленина давшая его соратникам по Октяковскую перевороту Троцки он усматривал в нем национальное русское начало свободу от шаблонов фальши условности решимость мысли отвагу в действии революционный разбах утеритарность и аскетизм интуиция действия сметка развивавшейся до гениальности Ленин не только стал благодаря обстоятельствам но он умел использовать возможности и обращать обстоятельства к своей выходе помните он занял деньги у германского правительства да и в заплобированном вагоне сумел проехать для того чтобы совершить революцию естественно он потом шиш дал немцам в результате вот то есть он был беспринципный он мог использовать любую возможность абсолютно только для выполнения своих целей посол франции в россии палеолог кстати потомок палеологов византийских императоров писал утопист и фанатик пророк и метафизик чуждый представлению о невозможном и абсурдном недоступны никакому чувству справедливости и жалости жестокий и коварный и безумно гордый помните одна из характеристиков какой будет антихрист гордый и безумно гордый ленин отдает на службу своим мессианистическим мечтам смелую и холодную волю неутомимую логику необыкновенную силу убеждений и умения повелевать хорошо хорошо